Чё твори, бро? Меня зовут Сергеонец, и это потерянный эпизод Озорной Семейки. Тот, кто мне дал эту серию, попросил ничего о нём не рассказывать, и где он её взял тоже. Но то, что он рассказывал мне, было просто ужасно. Я, недолго думая, включил эту серию. Серия началась с названия. Там было написано «Бублику Билозорную Семейку». Странное название, как для детского мультика. После был переход на их дом. Была ночь и сильная гроза. Все дети спали, но только одному Бублику не спалось. Он смотрел в окно. Вдруг он начал видеть страшными звуками, как будто призывать что-то ужасное. На это двое проснулись Рекс и Дина. Они злились на Бублика за то, что он их разбудил. Бублик пошёл и сел на кровать. На вид он был обычный, и это было очень странно. Рекс сказал, чтобы он спал. Но Бублик отказался и сказал, что он расскажет страшную историю. Но когда он начал рассказывать, это не было похоже на историю. А скорее, на какое-то заклинание призыва. После того, как он закончил, все ложились спать. Но вдруг на чердаке что-то упало. Бублик побежал туда проверить, то ли это что он вызывал. Он очень боялся всего, даже пауков. Но когда кто-то пошевелил скелетом, он испугался и убежал. Он прибежал, чтобы рассказать об этом брату и сестре. Но они не верили ему. Но всё же Рекс и Дина пошли с ним. Когда они вышли на чердак, Бублика что-то пнуло. Им как будто что-то управляло. Его глаза стали белые. Потому что он призвал пиковую даму. Бублик взял нож и с размахом прыгнул им Рекса. Рекс умер мучительной смертью. Вокруг него была лужа, крови. Оставалась только Дина. Но и ей было недолго жить. Бублик разрезал ей живот. После был тёмный экран. И начались помехи. После помех показано, как Бублик положил их всех спать. Он положил спать трупом. Всё было в крови. Бублик спал вместе с ним. На этом серия закончилась. Поставлю лайк тебе тут всего за 2 секунды. А мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Тебе точно будет интересно увидеть, как они испугаются. И помни. Это всего лишь моё воображение.